Слово о Горьком. Со дня рождения одного из самых известных писателей скоро исполнится 150 лет. В Пермской художественной галерее решили рассказать о нем с помощью раритетов своей коллекции, причем большинство произведений искусства здесь показывают впервые. На них взглянула наша съемочная группа. Буревестник революции и основатель жанра соцреализм. О Максиме Горьком в советское время сложился целый ряд представлений и стереотипов. В художественной галерее предлагают зрителям взглянуть на этого человека без каких-либо идеологических рамок. Здесь рассказывают, Горький был не только литератором, но и издателем, который выпускал русскую классику. Книги стоили очень дешево и были доступны всем. Позже, уже в 30-е годы, по его инициативе стала выходить серия «Жизнь замечательных людей», которая ознакомила советских граждан с биографиями всемирно известных деятелей науки и культуры. Он в большей степени все-таки деятель культуры. Для него главное, для России – это образование, просвещение, наука. Это преображение человека, русского, российского человека. То есть новый русский человек преображенный, оторванный от своей пассивности, от равнодушия к себе и к стране. На выставке показывают иллюстрации к прозе Максима Горького. Вот акварели к повести «Мать». Их создали художники Творческого союза «Кукрыниксы». А эта графическая серия написана почти 100 лет назад, к ранним рассказам писателя. Автор рисунков – уроженец Кунгура Иван Симаков. Его порекомендовали Максиму Горькому как талантливого художника, который точно отражает в иллюстрациях суть текста. А это скульптурный портрет Горького. Рельеф был создан в Москве 80 лет назад и украшал советский павильон на международной выставке в Париже. В ней участвовало тогда больше 40 стран. На Парижской выставке 1937 года Советский Союз представлял не просто технические и культурные достижения, а образ нового государства, победившего социализма. И Максим Горький, к тому времени ушедший из жизни, стал своего рода символом. После выставки в Париже портрет писателя был передан в Пермскую галерею. Показывают здесь и его сатирические изображения, например, этот дружеский шарж. Образ такой еж, который колючки свои во все стороны распускает. И вспоминаешь фразу из его раннего произведения «Я пришел в этот мир, чтобы не соглашаться». Вот такой гражданин нет, получается, нет прежнему реализму, нет прежней интеллигенции, нет прежнего народа. Надо преображаться, преображать, куда-то двигаться, что-то делать. Выставка «Слово о Горьком» открыта в галерее до 1 апреля. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.